Кстати говоря, по поводу того самого пика Течиса и Врейс Кинга, разговаривали потом с Пупеем, и Пупея просто сказал, что мол, ну, давайте попробуем сыграть с Течисом. Течису пикнули, решили, что мол, ну, Течис, он же слабый герой на линии, значит, нужно пикнуть какого-нибудь сильного лейнера. Ну и решили взять Врейс Кинга на пятую позицию, с которым благополучно проиграли, точно не вспомню кому. Если я не ошибаюсь, это был коллектив... Нет, точно сейчас не буду гадать, потому что действительно вот сейчас прямо в голову не придет название той самой команды, что это было именно за матч, больше запомнились матчи, которые были менее односторонними и менее проигрышными для вот подобных коллективов. Тем не менее, друзья, пики и баны на ваших экранах, сейчас мы смотрим уже совершенно за другим турниром, мы смотрим за Майнером, Майнер это все же, ну, чуть менее серьезно, чем Мейджор. Напомню, что призовой фонд 300 тысяч долларов, напомню, опять же, что разыгрывается 300 очков в цикле турниров в Dota 2 Pro Circuit, за первое место 150 очков. Ну и команда под названием Secret, в принципе, является одним из фаворитов на победу в этом турнире, на данный момент занимая вторую строчку в групповой стадии. Осталось выиграть последний матч и 100% уже они себе обеспечат попадение в стадию плей-офф с второго раунда, с полуфиналов. Напомню, что сетка плей-оффа будет Single Elimination, участвуют там 6 команд, ну и, собственно, 2 команды проходят сразу же в семи-финалы, ну а еще 4 будут играть эдакий первый раунд, то бишь, одну восьмую финала. Итак, Думбрингер, Лонбрид, Сэндкинг и Лич для команды Secret против Лайстиллера, Спиритбрейкера, Энчантрас и Джакира от коллектива Альфа-Ред. Довольно неплохие пики у Secret, в принципе, опять же, они пикают Дума, Дум сейчас игры выигрывает, Дум сейчас это очень сильный оффлейнер, которого надо нерфить 100% в следующем патче, я практически уверен, что его сделают чуточку послабее, ну или же некоторые герои сделают чуть сильнее, чем он, и он должен будет потихонечку выйти из мета, но пока что Дум это просто бой-машина и должен смотреться весьма-весьма неплохо, опять же, Лондруид имеется, Лондруид это персонаж, который сможет наносить огромное количество дэмэджа по тавору, Ну и Сэнд Кинг, Лич, саппорт 4-5 позиции, возможно, оффлейнер Сэнд Кинг, ну нет, скорее всего, все-таки Сэнд Кинг саппорт 4 позиции, Лич саппорт 5 позиции, Дум это тройка, Лондруид отправится на мид, либо на легкую линию, ну и в принципе Лондруид здесь может даже стоять в сложной линии, если вдруг что, потому что это контроль через БКБ, это контроль через рейдж от Лайстиллера. Появляется Сларк для команды Секрет, и вот это уже окончательная остановочка, лично для меня, потому что Сларк это персонаж, который явно хорошо смотрится против Дес Профит, очень хорошо смотрится, опять же, против Лайстиллера, ну и просто-напросто команда Альфа-Ред, я боюсь, что под натиском Эйса на Сларке, никаким образом не сдержится. Тем не менее, мы с вами, друзья, уже готовы переноситься на карту, сейчас только лишь посмотрим заставочку из Текина и уже начнем смотреть за командами, за их перемещениями по линиям. Ну а я вам напомню, что для вас матчи турнира Гэск Таиланд продолжает освещать студия Руха, покомментируют на данный момент для вас Люми Сид. Ну а если вдруг вам интересно, если вдруг вы хотите, можете подписаться на какие-то мои социальные сети, найти меня несложно. Мой Твиттер, например, есть сейчас в названии канала. Ну, кстати, вот по поводу названия, название я сейчас тоже по-быстрому сменю. Можете уже мне об этом не писать, но спасибо всем тем, кто напомнил. Итак, друзья, последний матч для обеих команд. Ну, мне кажется, Альфа Ред уже просто должны порадоваться тому, что они играют с такими крутыми коллективами, как Сикрет и подобными. Должны чему-то у них поучиться, но шансов на победу, как минимум с той игрой, которую я видел в предыдущей карте, у команды Альфа Ред не имеется. Ну, сложно. Сложно все-таки против одних из сильнейших коллективов вообще мира и против команды, единственной, попавшей на прошедший мейджор на этом турнире. Ну, слишком сложно будет против них противостоять хоть каким-то образом. Так, Джакира. Выходит поставить вард. Понятное дело, информация у Пупея об этом имеется. Вард в итоге Джакира не тыкнул. Ну, его сейчас просто пробьют. Я обзор вместе с Пупеем. Попытался обзор побудеблочить. В итоге не получилось. Но врывается Сларк. А вот теперь можно будет сделать ферстблат. Это будет ферстблат для команды Сикрет. В итоге первая кровь для Медвана. Медвана будет играть на Сларке. И, насколько я понимаю, даже может быть на мидл линии или это будет трипла сложный. Забирает пока что потихонечку руны. И, в принципе, здесь вообще никаких проблем с этим не присутствует. Целых три руны для команды Сикрет, да еще и ферстблат. Лучшего начала и не придумать. Да, пока Сларк отправляется на верхнюю линию, Мидван будет на нем исполнять. Еще раз напомню, Лондруид на мидл лейн. Все-таки Эйс любит исполнять на Медведя. И Эйсу очень не помешает быстрый пятый уровень, дабы работали Кортни, дабы все-таки разгоняться как можно скорее. Против Дэс Профит Медведь стоит. И Медведь, в принципе, может хоть каким-то образом противостоять этому персонажу. Как минимум за счет того, что с корнями... Да, хоть и отхиливается с сифонами очень серьезно Дэс Профит, но против корней там как бы проблем-то... Проблема у него зачастую возникает. То есть дополнительный контроль, очень быстро появляющийся, может привести врасплох, что Дэс Профит что того же самого Эликонтропа через Блокимбар. Ну что ж, пытается, пытается пока что Догбрейн хоть каким-то образом пробить этого Медведя, получить за эти себе побольше хитпоинтов, скажем так, неплохо отхилиться. Там плюс 57 буквально с одной тычки. Но пока у него это получается. Пока действительно Медведь очень сильно проседает от него, но скоро Медведь станет уже второго уровня, потом третьего, четвертого и понеслось. Внизу стоит Фата, Фата, которому помогает Санкинг. Наверх все-таки сместился Пупей, и именно он будет помогать Медвану фармить на этой линии. Конечно же, Сларк должен фармить довольно-таки неплохо, дабы у него появился побыстрее Сильверейдж. Сильверейдж против Майпро, против Энчантрос. Ну и вот, мне кажется, что для команды Альфа-Ред вот такой пик он более победный. Да, да, это из своего Медведя. Это было очень жестко. На Медл-линии. Но мы видим, что, конечно же, Лайфстиллер в Сотке Медведя пробивает весьма и весьма неплохо. Собственно, да, по поводу выигрышной стратегии для команды Альфа-Ред, наверное, все же Майпро стоит отдавать героев, на которых он может затащить. И я, например, еще в Коллектив Сигначер Траст его помню, и помню, что на Энчантроса он отыгрывал. Все же, Андерлорд это не тот персонаж, который может сильно разогнаться, выиграть линию и тащить соло. А вот Энчантрос, это действительно подобный герой. Да, конечно, против Сарка смотрится не очень хорошо, потому что у него просто в список артефактов, которые он хочет купить, абсолютно спокойно вносится Сильверейдж, и он вообще никак не мешает. То есть он даже и без Энчантроса, без пассивок на оппонентах может появляться. Ну а... С другой стороны, все же Энчантрос пока на линии должна быть сильнее. Он тача был пока первого уровня, можно этим пользоваться, можно пытаться пробивать. Майпро довольно-таки скоро, кстати, третий получит, и можно будет вкачать уже антача был в двойку, и в принципе вообще никаких проблем на линии не иметь. Но с другой стороны, все-таки Сларк это персонаж, который имеет также еще и магический урон в довольно-таки немалом количестве. Так что у них могут возникнуть проблемы. Ну, безусловно, не самый приятный персонаж против Энчантрос, скажем так. Для Энчантрос. Безусловно, неприятный. Сларк-то приятно, Сларк абсолютно спокойно пока что выстаивает. Есть также еще и Ас-Армор. Под Ас-Армором пробить Сларка просто нереально. Пока что это плюс три единицы брони, но на втором уровне это уже плюс пять. Это чувствуется довольно-таки сильно. В это время Деспрофит умирает на нижней линии, наверху продолжается Драка и пытается пробить Медвана. Леонак будет работать. Баш, баш! Как же неприятно прилетел в лицо Медвана, в итоге он отправляется в таверну. Ну и счет становится 2-1 в пользу команды Сикрет. Первое убийство все же отдали. Коллективу Альфа Ред. И что самое неприятное, первым был Сларк. Сларк, который должен разгоняться и здесь просто очень серьезную ставку на него должны делать ребята из команды Сикрет. Так, и обзор. Попал по центре. И все еще не понимает, где центре находится. Получил очень немало дэмэджа от Фирлоса, но в итоге все же спасается из данной ситуации. Спокойно уходит на Брюс Страйк и уходит на кулдаун. Да, Брюс Страйк-то уходит на кулдаун, она уходит с Энкинг на хиграун, конечно, извиняюсь. Ну и Эйс. Пока продолжает фармить с Медведем на мидл-линии. Пятый уровень у него уже имеется. Можно использовать Корни. Можно вот прямо сейчас, например, даже попытаться зацепить Лайстилера. С другой стороны, Энкинг к нему не особо-таки хочется подводить. Все-таки 2500 хп и там как минимум, наверное, 80 хитпоинтов. Буквально за одну тычку себе будет регенить Лайстилер. Сларка в это время очередной раз забирают. Почему-то мид-1 фидит. Совершенно непонятно почему. Ты понимаешь, Леонакс все-таки на него прибежал. Леонакс попытался забашить. Откуда столько дэмэджа взялось, чтобы Сларка забрать. Буквально с соло. Видимо, он был после того, как фармил вот этот лесной кемп. Ну и пока шестого не имеется, только лишь третий у Сларка. И это действительно большая проблема. Все-таки хочется получить шестой. И после шестого уровня уже чувствует себя с развязанными руками. Тем не менее, сейчас приходится постоянно носить себе реген. Пришлось купить дополнительную пачку тангусов. И что-то сделать дополнительно. Опять же, этому Сларку довольно-таки сложно. На нижней линии все-таки выход на Деспрофит. Обзор подходит. Брус-трайк копает. Отличный Деспрофит. Должны забирать здесь. Безусловно, она отправляется в таверну. Разгон, правда, есть на обзор в это время. Но не думаю, что этот разгон прям сильно как-то решит. Из-под тавров все вышли. По таврам, правда, немножечко сейчас погулял Фаттан. Но, с другой стороны, он регенится хорошо. У него проблемы с этим не присутствуют. Так что, почему бы и нет? Почему бы пару тысячек и не принять на себя? Там, правда, приходит Деспрофит. Уже приходится делать тп-аут отсюда. Все-таки замедленным бежать под сифонами. Это далеко не комильфо. Ну и Мидуан. Мидуан, который, в принципе, сейчас, опять же, имеет два Мангуса. Продолжает регениться на линии. Продолжает хоть каким-то образом здесь выставить против Энчантра с шестого. Но вот сейчас уже очень много дамажа получил. Да, Сларк отправляется в таверну Пупе и здесь его засырить не в силах. Даже Айс Армор бы здесь его не спас. Все-таки чистый урон от Энпетусов. И, видимо, Пупе тоже сейчас будут пытаться пробивать. Фата, правда, уже тут как тут. Пытается зацепить Леонакса. Но это далеко не та цель, которую хотелось бы здесь фокусить. Все-таки он может спокойно выйти вот именно таким образом. Ну и Фата идет дальше. Да, Энчантерс, безусловно, неприятно бить. Но Энчантерс хотя бы нечем отсюда соскейпиться. Нечем отсюда уйти. С другой стороны, мусплит у нее очень большой. Так что, в любом случае, мне кажется, она там уходила. Ну так, Сэн Кинг. Остался 1 на 1 с Дэс Профит. На нижней линии. Ну а на мидл линии в это время разгон взят на Эйса. И Эйс должен это понимать. Эйс не должен подставляться в такую ситуацию. Да, разгон увидели. Ворвались на Эйса. Я здесь также ищу Джекера. Джекера забираю. Эйс получает башики. Еще бы один башик он отправился в таверну. Но есть импетус. Последние тычки не хватает. Немного до убийства лон друида. Осталось буквально 15 хп у него. Откидывается импетус и по медведю. Но медведь уже не в силах. Медведь уже слишком далеко. И может только лишь бегать. Принимать. Я не знаю, сбивать. Внимание со своих тиммейтов. Или что-то вроде того. Потому что пока не совсем понятно, что ему делать. Инфест. От Догбрейна. Просто для того, чтобы подпушить. Ну и Фата. Что же себе собирает? Здесь у него фейзы. Здесь твин лейс. И... В принципе, не сказать, что что-то еще имеется. Да ну, что все дальше будут собирать. Это пока что еще вопрос. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Нижнюю башню сил света атакуют. Итак, Дэс Профит под ультимейтом. Пытается все-таки пропушить Тирадентавра на нижней линии. Верхнюю башню сил тьмы. Здесь же Джакира. И Тирадентавр 100% будет падать. Глиф, конечно, использован. Вверху также сплит идет уже от Лондруида. Тирадентаврами разменялись. На медлой линии также Тирадентавр имеется у команды. Под названием Сикрет. И его почти вообще не били. Здесь чутка пробит Тирадентавр команды Дайер. Ну, Пупея, кстати, получилось забрать. Пупея все-таки стоял в лесах. Не стал тэпаться. Ну и так, есть Брус Райк от Ябзора. Пытается хоть каким-то образом пробивать Лайстилера. Пытается хоть каким-то образом его гонять. Ну и команда Альфа-Ред перемещается уже с нижней линии на вид. Ну что ж, фата. Начинается очередной файт. Встречаются все-таки игроки команды. Обеих команд закидывается сразу же Дум. Работает по Майпро. Майпро должен такими темпами очень быстро умереть. Разменялись пока что один на один. И последняя тычка залетает. От лон друидов все-таки добивают. Здесь тот самый Энчантрос. Ну и команда Сикрет остается в живых. В живых они в довольно-таки большом количестве. Могут позволить себе даже сломать урожайский Тир-2 Тавр. Фирлес без ультимейта. Разгон взят на Эйса. Эйса могут такими темпами попытаться все-таки зацепить и убить. Если будут работать баши. Цепляют, правда, в то время Джакира. Саппорта команды Сикрет. И обзор может даже попытаться подкопать. Попытался подкопать, но не получилось. В итоге Леонакс, он тот самый. Чарж не сбил. Но есть ультимейт. Ультимейт проюзал. Попытался там спредберега немножко застопить. Работали также еще и Корни. Пупея. Подцепили в Пупея. Все-таки поражал Спиритбрейкер тот самый Незер Страйк. Ну и в итоге Пупея отъехал в таверну. Но такими темпами может умереть еще и Спиритбрейкер. По идее. Но нет. Есть Шрайн и в итоге Спиритбрейкер будет жить. Пытается фармить Лайфстиллер. Пытается добить того самого Спиритбрейкера. Лучше нет того самого Медведя. И сложно это будет сделать просто потому, что даже если... Даже если побежит, возьмет разгон на этого Медведя. Спиритбрейкер. Там будет проюзан Сэвэдж Рор. И никаких проблем у Лондруида. Не появится. Итак, и обзор. Вместе с АСМ Пупеем. Смолки. Готовы кого-то искать. В принципе могут найти и даже попытаться... Диспрофит. Если она выйдет. Ну и Стварк в это время продолжает дофармивать. Доделывает себе Штолблейд. Штолблейд появится у него, понятное дело, быстрее, чем в предыдущей игре. От команды Альфа-Ред. Ну что ж, Тердентавр все-таки задефали. Альфа-Ред. Глиф прожали. Ластиллер стянули. Самое главное, что Ластиллер в этот момент не фармит. А Старк фармит. Старк получает действительно довольно-таки немалую критическую массу. Ну что ж, наверху в это время очень опасно бегает Диспрофит. Рядом, конечно, есть Джакира. Но слишком нагло. Это слишком нагло. Если ее сейчас увидят, ее 100% убьют. Подтягивается Майпро. Попытается зацепить Эйса. Ябзор. Выйдет Импетус. Работают по Спириду Рейкеру очень хорошо. Весьма немало дэмэджа выдал здесь Медведь. Но Медведь просто уходит. Медведь пытается отвести себя главного. Залетает Чайник. Чайник, конечно же, попадает под Дум Фирлесу. Фирлес отправляется в Таверну. Но сейчас не помешал бы Чайник. Сейчас он бы очень сильно не помешал. Но есть подкоп от Санкинга по двоим. Леонак с такими тэпами тоже очень быстро умирает. Ну и нужно было бы... Хоть каким-то образом Ябзора, наверное, здесь пытаться спасти. Но не получается. Так, зацепить. Цеплять дальше. Ну что ж, команда Сикрет продолжает давить по линиям. 15-ая минута игры. 2000 преимущества за Литьфом Пупея. Медван очень долго регенится. Сейчас довольно-таки большой запас хитпоинтов у него. Так, ну тут Сларк выходит на ТНТ. С ТНТ он очень быстро забрался. Центральную башню силы Тьмы атакуют. Ну Тир-1 Тавра, оппонента Сикрет. Благополучно сейчас разрушили. У Жени имеется Тир-1 Тавров, у команды Альфа-Ред. Просто вот как по лесенке идут Сикрет. Забирают на топе, забирают на боте, забирают на миде. Сейчас будут пытаться наверняка забирать также еще Тир-2 Тавра на миде. 3000 преимущества по золоту у них на данный момент имеется. Так что Тавра бить можно. Так, подкоп. В это время есть по Дес-Профит. Дес-Профит очень сильно надамажилась Чайника. Чайник дальше продолжает летать. Летит также еще и в Джакира. Нет, в Джакира он все-таки не полетел. Но мне так казалось. И обзор будет пытаться отсюда у тебя хоть каким-то образом из-под импетусов работы. Также еще и ультимейт от Лайфстилера. Неплохая инфест-бомба получилась. Но, к сожалению, забрать никого кроме Сларка не вышло. Сларк, конечно, это персонаж. Который в команде в пике Сикрет. Ключевой герой. Но можно обойтись и без него. Если партия чрезмерно слаб. Не видим вас. Так, фата в инвизии на металлинии. Его может просветить в центре. Но, думаю, у него имеется. Дум можно будет просто навесить на Лайфстилера. Если кто-то еще сюда потянется. Сентри в итоге спалили. Ну и разбег. Сразу же разбег на фату. Фате нельзя дать прокастовать его ультимативную способность. В это время есть эпицентр. Очень хороший эпицентр. По-троим залетает. Очень много дэмэджа. Также по-троим героям. В итоге Джакира вместе с Дес Профит. И тем же самым Энчантерс. Наверняка сейчас отправится в таверну. Нейчер Статенданты прожатые. Пытается хилиться Майпро. Но захилиться ему не получится до конца. Последней тычкой залетает все-таки от Эйса. Отличная драка от команды Секрет. Минус 4 в их исполнении. И такими темпами Секреты действительно могут попытаться даже сейчас Тир-3 Тавр сломать. Медведь будет танковать. Медведь будет бить. Ну и, конечно, Эйс сам по себе. С сильной сборкой на героя. Может весьма немало дэмжа выписывать этому самому Тавру. Осталось только талант подождать. На 15 уровне. Верхняя башня Сил Тьмы разрушена. Кладбищенский взнос. Ну, пытается продолжить фармить Ласт Силер. Проблема в том, что Рэддианс у него до сих пор еще нет. Преимущество уже слишком большое за командой Секрет. То есть почти 10 тысяч на 19-й минуте. Ну, это уже очень много. Это преимущество чуть ли не критическое. То есть оно и есть критическое, но, с другой стороны, есть. Какая-то вероятность, какая-то малейшая вероятность реально того, что команда Альфа Ред здесь закомбетчет. Я бы сказал, что вероятность была бы, если бы играли не Альфа Ред. Итак, минус Рошан. Для команды Секрет. А Игис для Лон Друида. Осталось только Медведя будет отхилить сейчас и второго вызвать. Находит Ластилера в крипе. Пытается этого крипа пробить. Джакира в это время также подспили на нижней линии. Медван с ним в соло разобрался. Абсолютно никаких проблем с этим не возникло. Итак, счет 16-9. 10 тысяч преимущество за командой Секрет. Ну и Секретом... В принципе, некуда спешить. Секреты продолжают фармить. Фармят они быстрее, чем их оппоненты. И... Ну, слишком сложно им хоть каким-то образом сейчас противостоять. Опять же, Иис с той самой старой сборкой на ранжевом персонажа. Скажем так, старой и новой сборкой. Вот проблема пика команды Альфа-Ред в том, что, опять же, не совсем понятно, на ком переносить инфест-бомбу. Это должен быть либо Баланар. Либо кто-нибудь с Блинк Дайгером. Но пока Блинков у команды Альфа-Ред не имеется. Возможно, появится на Death Profit. А вот Спирт Брейкер может весьма-весьма неплохо удружить с той самой инфест-бомбой. Вот, появился Радианс. И теперь можно уже спокойно действительно сидеть в Энштек-крипах. Пытаться выжигать Радиком линии. Пытаться выжигать Радиком ХП, опять же, оппонентам. Но сложно будет. Сложно будет здесь камбэкать команде Альфа-Ред. Очень сложно. Отправлять таверну Спирт Брейкера. Пришел он уже с просветками. Пытался кого-то зацепить. Но в итоге Сларк также еще и Джеккера забирает наверху. Так, эпицентр. Очень быстро разобрали Ластилера. Ну, снова совсем непонятно, куда все-таки Альфа-Ред двигаются на этой карте. Снова Ластилер загулял куда-то вот прям супер далеко. Вот мне, честно говоря, уже довольно-таки сильно не нравится смотреть за данным коллективом. Просто потому что... Ну, что прошлая карта? Что эта карта Альфа-Ред? Это просто вот уровень паблика. В прямом смысле они пытаются что-то сделать. У них есть какие-то командные заготовки. Командные, скажем так... Небольшой намек на командную игру. Но, к сожалению, пока что у них не получается исполнять на все 100. Так, разгон. Хотел уже давать спиртбрейкер. Хотел цеплять непонятно кого, видимо, дума. Но очередной раз просто приходят. Пытаются выходить на хигграун. Джекера спрятался, но Джекера нашли. И ловят также еще и спиртбрейкера. Буквально пара тысячек залетает от Айса. Он отправляется в таверну. Ну и 23-я минута игры. 15 тысяч преимуществ. По золоту это слишком много. Это вот прям... Ну, очень много. То есть на 30-й минуте мы говорим, что 10 тысяч преимуществ это уже хорошее преимущество. Ну и что ж, очередная попытка зайти на хигграунд от команды Сикрет. Пытается пробить лайфстиллера. Пытается пробить тот самый Тир-3 Тавер. Тир-3 уже наполовину сломан. Не помешает Хорикейн Пайк по-хорошему ландруиду. Конечно, нету таланта на... Дальность атаки. Это печально. Ну и что ж, недолго же осталось в команде Альфа-Ред, если продолжить все-таки Сикрет свой натиск. Именно таким образом. Вообще, посмотрите на Натворса. 15 тысяч ландруид, 12 тысяч сларк, 8 тысяч имеется у лайфстиллера, на секундочку. Он взял Сер Ридианс, он будет пытаться дальше фармить, и в принципе это ни к чему не приведет. Ну а тут в это время был уже закончен Аегис. Насколько я помню, он был у Лондруида, да. Переложил обратно себе на Таряквилу. До этого она лежала в Медведя. 25-ая минута игры, 17 тысяч преимущества. Это команда Сикрет. Так, ну тут хитро придумал лайфстиллер залез опять же в Спиридбрейкера. Надо бы кого-то зацепить, мне очень не помешает выцепить Сэнд Кинга, потому что он очень много станов раздает, очень много контроля в драке в это время. Попытались разогнаться, попытались разогнаться на Эйсе. Эйс пока что живет. Эйсу неплохо было бы произвести форму и попытаться выжить именно таким образом. В итоге он погибает за экзорцизмом, за него отваливает очень много денег, но это размен только лишь на Джакира. Далеко не то, для чего всегда хочется играть в эту игру. Пытается Старк пробить также еще и Леонакса. В итоге добивает Спиридбрейкера. Счет 23-10. Преимущество не изменилось до сих пор. Так, ну Сэн Кинг ловит Дэс Профит. Есть Дум. И Фрилл с такими темпами должен очень быстро умереть. У него, конечно, кулдаун в ультимейте, это не так обидно, но Мидвана опять же идет дальше. У Мидваны есть еще и Шэдоу Дэнс. Пытается пробить Фату. Фата. Отправляясь в таверну, но свой Дум он уже прокастовал. Леонак с такими темпами умирает. Работает Эпицентр. Эпицентр очень хороший. Шипа. Энчантер залетает. Энчантер с такими темпами все же отправляется в таверну. Энчантер с 10 на минус. Ну и Обзор. И Обзор хоть каким-то образом жить. Обзор в итоге не выживает никаким образом. Он отправляется в таверну ровно так же, как и его тиммейт. Ровно так же, как и Пупей. Байбекается Дум. Но не совсем понятно, зачем именно он байбекался. Видимо, хотел продолжить файт. Но, к сожалению, долететь настолько быстро на вражескую сторону карты у него не получилось. Итак, Тир-3 Тауров продолжает пробивать Сларк. Начинает вбрызаться в Лайфстилера. Огромное количество статов уже наворовал. Плюс 15 имеется у Медвана. Фата пока что живет. Фата не должен умирать после байбека. Разгон есть на Медведя. Медведя в итоге не отвели. Фата застанился. Фата, скорее всего, умрет. Да, Фата отправляется в таверну. В итоге минус 60 секунд для команды Секрет. Но ему, опять же, некуда торопиться. Абсолютно некуда. Можно будет сейчас продолжать Сильвер Рэйдж. Попытаться, опять же, с Сенчой подраться. Но, нет, пока Сларк этим не занимается. Нет в этом никакого смысла. Ну и Эйс. Эйс, у которого уже имеется Кристалис. У которого все-таки доделался Хуррикейн Пайк. С которым можно весьма-весьма неплохо дамажить того же самого Лайфстилера. Ну и вот Лайфстилер, который только что сделал телепорт с верхней линии. Которого, опять же, очень неплохо поднабил Сларк. Ну вот он Сларк. Сларк с 17-ю зарядами Эссеншита. Что ты против него будешь делать? У Сларка имеется гейм. Сларк доделывает себе Блокимбар. После БКБшки он становится совсем неуязвимым. Потому что контроля через БКБ у команды Альфа-Ред не имеется. Демо через Блокимбар это, конечно, экзорцизм от Дэс Профит. Но ДП обычно умирает в драке первой. И в этом большая заслуга того же самого Сларка. В это время минус Рошан. Рошан, конечно, для команды Секрет. Здесь лежит Сыр. Сыр в итоге тоже забирает Лон Друид. Ну и пора заходить на Хэгграунд. Коллективу Секрет. Плюс 150 к урону от Дарк Пакт. Берет себе Сларк. Довольно-таки неплохой выбор. Длинный Паунс ему не нужен. Ну что ж, команда Секрет пытается пробивать также еще и вражеские шрайны потихонечку. Проблем с этим не возникает. Опять же, никто даже не пытается покуситься на жизнь игроков команды Секрет. 22 тысячи преимущества на 29-й минуте. Это очень много. Мидван. Под Сливереджем пытается хоть кого-то найти. Ну и наверху Секрет тоже фармит абсолютно спокойно вражеский лес. В то время как команда Альфа-Ред абсолютно не получает никакого дополнительного золота. Это чрезмерно важная проблема. Потому что лучше для команды Альфа-Ред вообще ничего не становится. А и Обзор там попытается подпушивать песками своими. На металлолинии уже готовы линию обороны занимать ребята из команды Альфа-Ред. Ну вот с Аигасом, с Иром было бы очень неплохо зайти. И опять же Аигас имеется на Лондруиде. Я, насколько понимаю, Сларку отдали сыр. Да, Сларк сыром бегает. Тот же самый Лондруид. Довольно-таки неплохо себя чувствует с Аигасом. Ну что ж, Смоук. Смоук, последние надежды от команды Альфа-Ред. Видит Пупей на хегграунде абсолютно все спалил. Пришлось развернуться Альфа-Ред, потому что, ну, действительно, в такой ситуации просто-напросто идти на хегг слишком опасно. Там мог быть кто-нибудь, кто угодно, только не Шнорм. Ну и Мидуан. Мидуан получает пока что на себя Чардж. Прожимается ультимейт. Сбивается все Дарк Пактом. Пытается пробить также еще и Дэз Профит. Пять стаков. Шесть стаков. Есть также еще и Сыр. Сыр можно будет прожать в ближайшее время. Сыр очень хороший для Сларка. Пробивает Леон Акса. Мидуан пытается регениться. Пробивает уже сразу еще и Фирлес. Работает эпицентр. Очень быстро получилось разобрать. Также еще и Братрума. Ну и Догбрейн тоже отправляется в таверну. Байбэк от Лассилера. Байбэк от Энчантрас. Будут хоть каким-то образом пытаться выживать. Но в итоге это даблкил для Мидуана. Мидуан, который уже бегает с плюс двадцатью тремя зарядами Сэншифта. Мидуан, который может сейчас попытаться от регениться, у которого до сих пор имеется Сыр. Ну и падает Барак. Мидуан прожал Сыр. Можно будет драться очередной раз. Цепляет Догбрейна. Догбрейна будут пытаться забирать. Догбрейн отправляется в таверну супер быстро. Good game well played. Все было в этом матче понятно, наверное, еще минут пятнадцать назад. Не совсем понятно, зачем команда Альфарет так тянула. Но я предполагаю, действительно, парни добрались до Лана впервые. Играли на майнер-турнире. Они сто процентов уже не проходят ни в какой плей-офф. Они не выиграли ни одной карте на групповой стадии. В то время как Сикрет забирают себе уже седьмое очко. И, конечно же, извиняюсь, либо шестое, либо седьмое. Сейчас я постараюсь эту информацию уточнить. Да, Сикрет забирает себе уже шестое очко. И теперь наравне с командой Фнатик находятся на первом и втором месте. Соответственно, будут попадать сразу же в полуфинал. Параллельный матч до сих пор доигрывается, насколько я это понимаю. И в Луджиньосе против Фнатик должны играть. До этого играли СГ против команды The Final Tribe. Тоже довольно-таки интересное противостояние. Но мы прекрасно понимаем, что СГ это коллектив из Южной Америки. Который все еще себя показать на сто процентов не смог. В то время как коллектив Сикрет. Это команда, которая была на эпицентре. Единственный коллектив, который вообще на эпицентре присутствовал из всех участников данного майнера. Ну и та команда, которая все же должна очень хорошо готовиться. Обычно к патчам. Тот же самый Пупи сидит все-таки на пиках. И очень круто зачастую распикивается. То есть в этот раз мы с вами, конечно, чего-то прям uber интересного, uber необыкновенного не увидели. Но персонажи сильные. Это действительно тот пик, который можно играть против серьезных оппонентов. Не только, лишь против команды под названием Альфа-Ред. Собственно, статистика, друзья, на ваших экранах. Постараюсь вам показать графики. Но все было очень ровно. То есть никаких вообще вопросов у команды Альфа-Ред не возникало. Кликтиву Сикрет. Сдавать они их не стали. Ну и, конечно, лондруид, собирающийся не в медведя, а в своего героя, нанес 20 тысяч урона. В принципе, очень даже неплохо. Ну, давайте попробуем разобраться просто-напросто, что еще остается у нас по сетке. Будут ли какие-то тайбрейки. Потому что если будут тайбрейки, то наверняка мы с вами все-таки будем за ними смотреть. Хотя, предполагаю, они все-таки будут на первом стриме. Да, действительно, остался последний матч Фнатик против команды Evil Geniuses. И Evil Geniuses, если выигрывают на данный момент Фнатик, они тоже получают 6 очков. Тоже, действительно, могут быть тайбрейки, могут быть переигровки. Тогда вот сейчас уже счет 6-1 у Сикрет, у Evil Geniuses на данный момент 5-1, но они доигрывают свою последнюю игру. Если они ее выигрывают, то у них становится счет 6-3-1, и у Фнатик тоже счет 6-1.